У Брайан взял бутылку и наполнил три стакана жидкостью тёмно-красного цвета. Это напомнило Уинстону о чём-то, что он видел давным-давно. Джулия взяла свой стакан и с большим интересом понюхала жидкость. «Это называется вино», — сказал У Брайан с лёгкой улыбкой. «Боюсь, рядовым членам партии достаётся немного. Его лицо снова стало серьёзным, и он поднял свой стакан. «За нашего вождя», — сказал он, — Эммануэля Гольдштейна. Уинстон поднял свой стакан, широко раскрыв глаза. Вино было вещью, о которой он читал и о которой мечтал. Почему-то ему всегда казалось, что оно сладкое. Но на вкус ничего. Правда заключалась в том, что после многих лет употребления джина он почти ничего не чувствовал на вкус. «Значит, — спросил он, — Гольдштейн реальный человек?» «Да, он жив, но я не знаю, где он». «А братство тоже настоящее? Это не изобретение полиции мыслей?» «Нет, оно реально. Но вы никогда не узнаете больше о братстве, чем то, что вы уже знаете». Он посмотрел на свои часы. «Даже для меня неблагоразумно выключить телеэкран более чем на полчаса. Было ошибкой, что вы пришли сюда вдвоём, и вам, товарищ, — он посмотрел на Юлию, — придётся уйти первым. У нас есть около двадцати минут. Итак, что вы готовы сделать?» «Всё, что сможем», — сказал Уинстон. О'Брайан немного повернулся в кресле так, что смотрел на Уинстона. Казалось, он думал, что Уинстон может ответить за Джулию. «Вы готовы отдать свою жизнь?» «Да». «Вы готовы убить другого человека?» «Да». «Вы готовы стать причиной смерти сотен невинных людей?» «Да». «Если бы, например, это помогло нам ослепить ребёнка и уничтожить его лицо, вы бы это сделали?» «Да». «Готовы ли вы убить себя, если мы прикажем вам это сделать?» «Да». «Вы двое готовы расстаться и больше никогда не видеться друг с другом?» «Нет», — вскрикнула Джулия. Уинстону казалось, что прошло много времени, прежде чем он ответил. «Нет», — сказал он наконец. «Вы правильно сделали, что сказали мне», — сказал О'Брайан. «Нам необходимо знать всё». О'Брайан начал ходить взад и вперёд, одна рука в кармане своего чёрного комбинезона, другой держит сигарету. «Вы понимаете», — сказал он. «Что всё будет держаться в тайне от вас. Вы будете получать приказы и будете подчиняться им, не зная почему. Позже я пришлю вам книгу Эммануэля Гольдштейна. Когда вы прочтёте книгу, вы станете полноправными членами братства. Когда вас, наконец, поймают, не ждите никакой помощи. Иногда нам удаётся пронести в тюрьму лезвие бритвы, чтобы заставить кого-то замолчать, но вы, скорее всего, расскажете им всё, что знаете, хотя и не будете знать очень многого. «Мы мертвы. Мы боремся за лучшую жизнь для людей в будущем». Он остановился и посмотрел на часы. «Вам почти пора уходить, товарищ», — сказал он Джулии. «Подождите. Осталось ещё вино». Он наполнил стаканы и поднял свой стакан. «За что будем пить? За смерть большого брата? За прошлое?» «За прошлое», — сказал Уинстон. «Да, прошлое важнее», — серьезно сказал Убрайан. Они допили вино, и через мгновение Джулия встала, чтобы уйти. Когда она ушла, Уинстон с Убрайаном обменялись рукопожатием. У двери он оглянулся, но Убрайан уже сидел за своим столом, выполняя свою важную работу для партии.